Нарушение вооруженных сил Армении режима прекращения огня происходит ночью и арт-обстрелом в основном подвигаются населенные пункты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Минобороны Вагиф Дергахлы. Начиная с 26 апреля вооруженные подразделения Армении грубо нарушают режим прекращения огня, чтобы любым путем добиться потерь среди гражданского населения. Вагиф Дергахлы также коснулся вопроса использования армянами запрещенного оружия. Он отметил, что есть такие факты и общественности предоставлены информацией о них. В настоящее время расследуется происхождение этого запрещенного оружия, использование которого противоречит международным конвенциям. Армянская сторона пытается использовать все возможные средства для того, чтобы добиться многочисленных потерь среди населения. Этот факт еще раз доказывает варварство армян. Для принятия адекватных мер руководство Минобороны дало однозначное поручение подразделению вооруженных сил Азербайджана, расположенном близко к линии соприкосновений, подавляясь огневые точки врага. Кроме того, руководство Минобороны дало поручение, вооруженным подразделением Азербайджана, не открывать огонь по населенным пунктам на оккупированных территориях. Наша цель – наносить адекватный ответный удар по огневым точкам противника, чтобы было с точностью выполнено. Напомним, что МИД Азербайджана организовал для группы представителей иностранных и местных медиа поездку в прифронтовую зону. Группа навестила в Бординском диагностическом центре гражданских лиц, получивших ранения в результате обстрела вооруженных сил Армении с крупнокалиберным оружием населенных пунктов. Затем представители медиа навестили в Агдамской центральной районной больнице жители села Чеменли, раненых в результате армянского артобстрела. Они также встретились с близкими жителей села Чеменли, фамилия Мустафаева и Али Гусейнова, погибших в результате обстрела, которому вооруженные армянские подразделения подвергли населенные пункты Азербайджана. В группу представителей медиа входят корреспонденты агентства BBC, Ройтерс, Блумберг, Франс Пресс, РИА Новости, Анна Дулу, телеканала «Россия-24», а также израильский медиа-эксперт Арье Гут и бывший омбудсмен Молдова Аурелия Григорио.